Во мне звучало и звучало снова и снова Слово Божье. И когда Бог нам что-то напоминает, это не потому, что мы забыли, потому что Он хочет сказать нам о важности чего-то. И я слышал, Иисус вчера, сегодня, вовеки тот же. И я слышал это снова и снова, снова и снова, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. И когда я размышлял над этим, вот здесь, я услышал такое слово. Но не думайте, что люди, которые жили во времена служения Иисуса, были более счастливее, чем вы. Люди, которые сейчас на небесах, они завидуют вам, что вы живете в то время, когда Иисус не ограничен тремя с половинами годами служения на земле, а Он уже больше двух тысяч лет действует на земле так же, как Он действовал тогда, в то время Его земного служения в одном теле. Теперь Он действует в большом теле, в очень большом, очень-очень большом. Потому мы не расстраиваемся, что мы не жили в то время. Они хотят быть здесь. О, Иисус, мы благодарим Тебя. Мы с Вами несовершенные люди, но мы являемся телом Иисуса Христа, и Он живет в нас Духом Святым. Мы с Вами люди с недостатками, но, несмотря на это, сила Божья пребывает в нас. Бог Всемогущий избрал нас храмом и живет в этом храме. А это значит, мы с Вами привилегированные люди. Мы с Вами получили самое лучшее, что может получить человек при жизни. Мы получили все. Кто нашел Бога, тот нашел все. Кто принял Бога, тот принял все. Потому у нас есть больше причин для радости, чем причин для печали. У нас есть больше причин для благодарности Богу, тем причин, чтобы расстраиваться и печалиться, что у нас чего-то нет. Кто получил Духа Святого, тот получил все. Все, что нам нужно, есть у Него. И все, что нам нужно, есть внутри нас. Знаете, тут много людей, которые хотят исцеления. Много людей, которые хотят что-то поправить в своей жизни. Если бы вы знали, как Бог этого хочет. Так что мы не пришли попрошайничать у Бога то, чего Ему жалко. Он больше, чем мы, желает видеть нас здоровыми. Вот почему люди, которые обращались к Иисусу, Он говорил, достаточно только верить. Все возможно верующему. Аллилуйя. И когда у нас не хватает веры, когда нам мешают сомнения, когда наша вера засорена, запылилась, мы можем, как отец того мальчика, сказать, помоги моему неверию, моим сомнениям, моим колебаниям, помоги, Иисус. И если у вас есть какие-то колебания в вере, это не страшно. Такое случается. У нас есть хороший библейский пример. Иисус сказал, могу ли я? Все может тот, кто верит. И отец понял, что у него просто есть сомнения. Он то верит, но у него есть сомнения. Потом он говорит, я верю, но помоги моему неверию. И там игрок слов, там греческое сомнение, неверие, колебания. Все правильно. И так и так можно перевести. Помоги, потому что я сомневаюсь. Помоги, потому что я колебаюсь. Знаете, эта история закончилась тем, что его сын освободился от этого демона. Он полностью выздоровел. Иисус изгнал демона из этого мальчика. Вот реакция Иисуса. Даже когда мы говорим, у меня сомнение, у меня неверие, у меня есть колебания, ну помоги мне. Вот он и помог ему. Как он помог ему? Освободив его сына. Я знаю, вы не услышали то, что я сказал. Он не послал его, иди учись в школу веры. Иди позанимайся своей верой сначала, потом приходи. Говорит, я вижу, что ты сомневаешься. Я вижу. Я помогу твоей вере сейчас. И освободил его сына. Я помогу твоей вере сегодня. И сделал мальчика здоровым. Я помогу тебе не сомневаться. Я помогу тебе сегодня. И это слог для кого-то из вас сегодня, из уст самого Господа. Я помогу тебе не сомневаться. Если ты ко мне взываешь, помоги мне, я сомневаюсь. Помоги мне. Моя вера колебается. Он поможет тебе. Бог все держит в совершенном порядке. Вы скажете, нет, ты не понимаешь что-то. Ты новостей не читал. Какой беспорядок везде. Вы знаете, если мы действительно верим Библии, то Бог знает, что и где происходит. И вещи, которым суждено быть, которые допущены, они именно допущены. А которым нет, они не допущены. Когда-то подобные вопросы пытался задавать Богу Иов. И потом Бог говорит, я не буду тебе отвечать, но ты ответь мне. И Бог задал ему большое количество вопросов. Откуда берется ветер? И многие, многие вопросы. После чего Иов признал, что Бог все контролирует, Он все знает, все под овладычеством, и все, что Он раньше говорил, Он отрекся и сказал, я раскаиваюсь, я думал, говорил неверно. Бог все равно держит все под контролем. Это людям кажется, что все вышло из-под какого-то контроля. просто Бог периодически запускает механизмы, которые балансируют все. В момент, когда земля растлилась, Богу пришлось просто взять Ноя и сказать так, другой план будем вводить в действие. Когда какие-то происходили на земле действия, которые люди начинали делать, что неправильно, Бог вмешивался и корректировал. Потому Бог все равно все держит под контролем. Если бы Он не контролировал сатану и демонов, они бы уничтожили всех людей уже. Бог все равно все контролирует. Это по Библии. Это абсолютно истина. Потому что есть такие учения появляются, что Бог не контролирует что-то. Это неправда. Если мы внимательно почитаем Библию, мы увидим, что Бог контролировал и контролирует все. И книга Откровения для нас свидетельство. Мы уже узнали конец, которого еще нет. Бог все контролирует. И Бог нам показал, что Он все контролирует, дав нам книгу Откровения. Окей. Там четко видно, что все находится под Божьим контролем. Как бы там кто ни думал, и что бы что ни говорил.